Уже больше года Асама общается с семьёй только онлайн. Когда все студенты перешли на дистант, домой в родную Сирию юноша уехать не смог. Границы закрыли. Обычно я каждым летом летал домой и встречался со своими друзьями, родителями. Скучаю по дому, потому что это же родители. Я с ними жил, можно сказать, 19 лет. Ахмед приехал в Тюмень из Египта. Сейчас он на первом курсе. Домой в пандемию тоже не уезжал. Боялся не справиться с учебной программой. Очень оффлайн-обучение. Мы нехорошо учились, потому что сложно. Для инстанции это очень сложно, потому что надо просить переботоваться. А вот Албек уже почти год учится дома, у себя в Узбекистане. Возвращение планируют, когда откроют границы. Каждую неделю по расписанию читают лекции, все как положено. А задания размещают в систему Адакон. Вот оттуда берем задание, выполняем и загружаем туда. Очень соскучился по учебе в Тюмени самому. Адаптироваться в Тюмени иностранным студентам помогают в интернациональном клубе. Здесь ребята проводят свободное время, придумывают проекты, рассказывают о своих традициях и просто общаются. Наш интернациональный клуб, он был создан для того, чтобы иностранные студенты, им не было скучно, помимо учебы, вне учебной деятельности, чтобы они могли заниматься различными мероприятиями, заниматься спортом, общаться, знакомиться. Несмотря на сложности, сессию иностранные студенты сдали успешно. Мы провели анализ успеваемости первокурсников. Выпускной курс тоже здесь очень важно, потому что процесс подготовки государственной итоговой аттестации, подготовка выпускных квалификационных работ, он требует дополнительных затрат, дополнительных усилий. Тем не менее, сегодня назначены все руководители дипломных проектов. Ребята получили задания. В Тюменском индустриальном университете обучается почти полторы тысячи студентов из 43 стран. Но очное обучение перешла половина. Остальные планируют возвращение в Тюмень в ближайшее время. Дарина Халина, Александр Зосимов, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.